А перед началом ролика рекомендую к просмотру свои стримы на канале. Лучшая реклама, которая могла бы быть, согласитесь. Врубайте колокольчик, подписывайтесь, чтобы не пропускать их. Всем привет, это видео прежде всего ретроспектива в сторону давно забытого обзвона на админку, который некоторые из зрителей каким-то магическим образом вспомнили совсем недавно. Большинство, скорее всего, привыкло к обычным обзвоном, где кандидату задается ряд вопросов, по ответам на которые принимается решение, будет ли он администратором или нет. Я же пойду немного другой дорогой и наглядно покажу, на что готовы люди ради получения заветной подписи админ возле ника. Тут не будет желчи в сторону кого-либо, поскольку этот ролик мирная зона, на протяжении которого вы можете поймать ха-ха или же просто включить его на фон. Забыл добавить то, что ситуация, как с остальными роликами, не меняется. Если вы активничаете под этим роликом, то я понимаю, что нужно делать еще одну часть. Такие культурные, такую хуйню сейчас будем спрашивать. Чел, я уже рок-авто открыл, ты понимаешь? Я открыл консоль, чтобы оттуда какие-нибудь рандомные слова накидывать им. Там, везде разглод лап, например, блядь. Я просто список кандонов открою. Значит, Илья, меня Никита зовут. Вот. Илья, это, соответственно, мой товарищ Артур. Мы собираемся открыть новый проект. Проект достаточно серьезный, большие суммы денег, скажем так, уже вкладываются и в том числе и в разработку, и в раскрутку. И вот мы подыскиваем человека, который будет курировать данный проект. Ну, проще говоря, куратора, да, обычным языком. Вот. Мы из заявки-то поняли насчет наигранных часов и также преимуществ перед другими кандидатами. Вот. Быстрый разбор ЖБ, знание правил 9 из 10. Ну, мы это, естественно, проверим. Также насчет, сколько вы можете опустить времени онлайну и разбору жалоб на серваке. Это 5 часов, но это достаточно много. У тебя есть все шансы. Если ты, вот это очень важно, если ты услышишь вопрос, на который ты не знаешь ответа или он тебе покажется сложным слишком, да, не стесняйся отвечать просто то, что ты думаешь. Потому что ситуации на сервере бывают разные. Я думаю, ты прекрасно знаешь, там, и по видеорутры, да, соответственно, как это происходит. Вот. И нам нужно, чтобы, ну, ты не пал в грязь лицом. Так, ну, если все готовы, я тогда, соответственно, свои, свою, так сказать, батарею вопросов выведу уже на бой. Илья, скажи, пожалуйста, а знаком ли ты, в принципе, с Криминал РП, с Полиц РП на серверах, да, ДРК РП сообщества? Да, да, знакомим. Знаком. Знаком, да. Отлично. Хорошо, начнем тогда с чего-то простого. Скажи, пожалуйста, является ли общественным местом, например, батарея Кобелей? Батарея Кобелей, да, вот, ну, условно, да, такой РП-объект, вот, и является ли это, в принципе, местом, да, в котором будут Криминал РП действовать? Я выведу себе картинку в мозгу, что это примерно выглядит как. Да, конечно, только не слишком долго. Ну, предположим, если я более понятную ситуацию обрисую, даже условно тебя там ограбили. Ну, допустим, берем со старой Беберы, которая была зимняя, вот, вход, входишь со спауна и идешь направо, там эта хуйня, блядь, вход в завод, там Переулар находится слева, вот, про это, как я понимаю, да? Ну, примерно, да, только немного не там находится. Ну, например, не в том же месте, но просто она там же находится, то, в принципе, да, это не является общественным местом. Я тебе подскажу, там еще обычно терминал, Бригер находится, ЭБУ, вот, чуть ниже АБС. Ну, то есть то, чем люди часто пользуют. Я бы сказал, что это не общественное место, это многолюдное, людное. Не стесняйся, все нормально, мы просто... Да, я как и сказал, да, на некоторые наши вопросы, они больше логические и даже, может быть, этические, то есть тут на некоторые вопросы правильного ответа даже быть, ну, может не быть, да, как бы. Пробеля вот это вот. Но, в принципе, если так подумать, то есть там терминалом пользуются, то это, в принципе, общественные места. Да, 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 ну, в принципе, правильно, правильно. У меня еще такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот смотри, стоя на обочине, что нужно сперва сделать? Смотреть, кто едет или открыть дверь? А, посмотреть, кто едет. У нас же РП, у нас же РП, а сервер, поэтому нужно сперва открыть дверь, потом уже посмотреть, кто едет. Теперь, думаю, будет моя очередь насчет правил. Естественно, у нас будет на русскоязычную публику базироваться сервер. И интересно вообще знать, где можно будет какое оружие носить. Вот, в принципе, в России ты не можешь, как я понял, наверное, носить пистолет или же дробовик какой-нибудь в открытом месте. В принципе, да, это запрещено. А взять, ну, я не знаю, что-то абстрактное, взять сайгу, да, допустим, и положить ее, блин, ну, в пакеты с под пятерочки. Это же уже, ну, получается, ты не открыто носишь, правильно? Ну, в принципе, да. Если это обыграть, ты знаешь, как обыгрывать скрытое оружие? В принципе, да, можно обыграть. Ну, например, напиши в чат сейчас вот этой конференции по командам. По порядку желательно. Ой, блядь, вспоминаем Афганистан, ебаный врод. Допустим, мы находимся в квартире, нам нужно спрятать оружие. Угу. А, отправить ты, я не могу, пиздец. А, почему? Ну, ты точку-точку поставь перед этим просто, перед слэшем. Так, далее. Еще, получается, тебе две команды остаются. Да, правильно. В принципе, все отлично. Отлично. Но ты забыл про команду Do. Описываешь... Ты знаешь, что такое Do? Ты описываешь, что происходит вокруг тебя. Ну, например, вот Do, Сайга, в пакете. Вот, я тебе подскажу. Какие скрипты будут разрешены? Ну, вот есть три скрипта на серваке в общем доступе для игроков. Какие из них будут разрешены? Я тебе сейчас по порядку назову. Один из них будет всего лишь доступен. Второй. Он будет доступен только в том случае, если ты с первым, у тебя какие-то проблемы, может быть, комп у тебя как-то плохо с ним дружит. Анкнаун аддон. Неизвестный аддон. Да, да, неизвестный аддон. Он отвечает за то, что у тебя, к примеру, компьютер плохо считывает или же загружает аддоны. Знаешь, вот, ярорки вот этих всяких там... Да, 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 да. Вот, вот. Он за это отвечает. Дальше. Hunter Model. Это первый, ты меня слышишь? Да, 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 слышу. Потом. Дальше последнее. Это Extensions. Какой из них можно будет загружать и не отлететь в бан, а с каким нельзя уже? Если, ну, типа, говорить честно, то я за скрипты не шарю, но мне кажется, что это Hunter Model. Я, короче, забыл. Последнее тебе вопрос задам. Потом уже будет дальше Никита обрашивать тебя. Вот. Что такое когнитивный Фир РП? Души не ебую, если честно. То есть ты не понимаешь, что такое Фир РП? Фир РП я понимаю, что это такое. А когнитивный Фир РП. Хорошо, я тебе тогда задам вопрос другой. Руководствуясь правилом когнитивного Фир РП, ты имеешь право нарушить... Как его называют? Пауэргейминг. Пауэргейминг там запрещает превышать какие-либо свои возможности в РП. А руководствуясь правилом когнитивного Фир РП, ты можешь нарушить ПГ и, к примеру, пойти на РП какую-нибудь перестрелку против двух-трех человек. Не Фир РП руководствуясь именно когнитивным Фир РП. По моему мнению, что руководствуясь когнитивным Фир РП, в принципе, нельзя нарушить ПГ. Нельзя нарушить при нормальном Фир РП, потому что, ну, всё-таки, Пауэргейминг, например, на тебя идёт три человека и нарушить нельзя. Как-то нельзя, если на тебя идут три человека, ты можешь нарушить сразу и то, и другое, руководствуясь обычным Фир РП. В основном Фир РП у меня идёт три человека, я буду нарушать и Фир РП, и ПГ, то есть я просто сдамся. А в случае с когнитивным Фир РП? Можно нарушить. Можно будет нарушить и при этом остаться безнаказанным, правильно? Да. Правильно, правильно, молодец. То есть там идёт, знаешь, как вывезешь, не вывезешь. Да, вот, я тебе о чём говорю. Там уже отталкивается всё от твоего умения, в принципе, играть и обращаться с оружием. Значит, меня волнует следующий вопрос. Если у нас идёт комбинаторное соотношение на количество таблиц в Ф4, то правило Литтервуда Чарльсона, оно будет работать в данном случае, да, которое идёт на перемножение многочленов, или всё-таки, соответственно, тогда будет работать правило кольца симметрических функций, да, таба, таб-меню, да, где идёт скорборд игроков. Я дополню, ну, таб-это ты понимаешь, что это такое? Это, это. То есть вот подход к тебе игрок, да, говорит, как у вас это считается, да, типа, по-моему, вы там ботов в онлайн накручиваете. Ну вот, соответственно, вот что нужно такому человеку ответить? То есть правило Литтервуда, да, для перемножения, либо, соответственно, уже идёт кольцо симметрических функций. М-м-м, моему мнению, скорее всего, правило Литтервуда. Ну да, в принципе, правильно, да, потому что там перемножаются многочлены, да, то есть по формуле именно в коде. Как он так верит в эту хуйню? Уже что высчитывается таким образом и онлайн, там убийство, смерть и так далее, да, то есть это вот по луа. Хорошо, слышал ли ты когда-то, в принципе, про формальные экспоненты? Я облегчу немного, я облегчу экспоненты. Это, к примеру, есть какая-либо статистика. Статистика, ну, давай по приколу возьмём статистика ограблений на банклаве, окей? А, давай-давай. Вот, видишь, вот уже на одном более-менее языке начинаем говорить, и ты чуть-чуть развеселился. Вот. Статистика ограблений на банклаве с ростом игроков на сервере увеличивается по экспоненте, то есть она начинает расти, 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 расти. Чем больше игроков заходит на сервак, они берут привычную профессию для них, начинают грабить, понимаешь? Да-да-да. Вот, всё. Мой небольшой экскурс в это, в принципе, понятие закончен, дальше опять продолжает Никита. Как видишь, мы правила не от балды писали, там, не Ctrl-C, Ctrl-V, мы как-то его дополняли, чтобы было игрокам не просто, не знаю, нудно сидеть, играть, там, роль какую-то, ну, и чтобы хоть какой-то экшен добыть. Нам сейчас нужно будет, опять же, удалиться, чтобы подумать насчёт принятия твой. Мы тебя пока что удалим из беседы. Все, давай, до связи. Когнитивный фирр РП, ты знаешь, что это такое вообще? Нет. Я тоже, блядь, не знаю. Ну, давай начнём с того, что вообще такое Dark RP. Dark RP это жанр РП серверов, криминалистический РП в Борис Модик. Мы делаем обзвон конкретно на куратора. В данный момент уже, да, на куратора. В данный момент имеется, опять же, свод правил, но куратор должен не только хорошо правила знать, а также хорошо ориентироваться в каких-либо ситуациях, спорных, на админ-жалобах. Меня очень интересует, скажи, пожалуйста, слышал ли ты когда-то про правила, например, ПВБ? Нет, не слышал. То есть Power Break Booster. А вообще, в принципе, знаешь, что это? Нет. А про Master Cylinder? Нет, не слышал. Понял, хорошо. Тогда задам... Мастер Cylinder, блядь. Ситуация, наверное, самая простая, что, в принципе, можно сформировать из всех вопросов. То есть, либо тебе обнуляют полностью аккаунт, либо ты должен скрафтить салкоцерил, да, и несколько, соответственно, ядерных мин. После чего передать их рекруту и занять флаг сержантом. Скажи, пожалуйста, значит, что, во-первых, из этого ты выберешь, и что поможет тебе самое главное — это пережить клюкву. Ну, я бы выбрал обновление. Обновление. Обнуление. А, обнуление. Крафтить. Ну и главное, чтобы все было по правилам Power Break Booster, да, то есть это займет какое-то время. То есть, как ты будешь выкручиваться? Что ты предпримешь для того, чтобы скрафтить быстрее? Ну, скорее всего, адреналин, потому что адреналин, получается, ускоряет действие. Угу. Какое действие, блядь? Так, ну и развивай мысль. И, скорее всего, под адреналином выполнилось бы быстрее какое-либо действие, или даже несколько, и успею бы скрафтить все это, получается, быстрее. Что делать в такой ситуации? Как реагировать? То есть, нужно там, условно, резко перестать все делать, или, наоборот, ускориться там, потому что время определенное. Как вот ты бы, соответственно, выкрутился из данной ситуации? Ускорился. Быстрее бы все скрафтил. Ну, то есть, на спидах, короче, залетел бы. Да. Молодец, хорошо. А на Тарапыга, в принципе, за один юз, она сколько процентов с 40 крафта дает? 20. 21, ну ты практически. Там просто для красоты сделано такое неровное число немножко. Хорошо, да, окей. Ты играешь с другом, да, то есть ситуация усложняется. Ты играешь с другом, и, допустим, друг при этом под феном. Вот, если он под феном, то... Какие будут, соответственно, различия в твоих действиях? Что усложнится, может быть, что добавится, что-то нужно будет переделать. Возможно, ну, какой-то новый item-энтити тебе понадобится для того, чтобы осуществить все то же самое, что вот ранее я тебе озвучил. Я, на самом деле, таким никогда не занимался. Чем? Не употреблял фен? Ну, да. Да это, ну, на самом деле, достаточно простая штука. То есть это чисто по РП, когда ты отыгрываешь, да, по РП, если отыгрываешь, то твой друг просто, ну, условно, каждые пять минут становится в АФК, в автоматике. Там просто есть такой переключатель рядом с профессией, там, соответственно, подключить фен, да, и он, ну, соответственно, юзает это, и у него как бы усложняется. Но при этом, при этом, да, дается буст к РП очкам. Ну, я, пока он ищет, я задам пару вопросов насчет оружия. Сань, готов? Да, я готов. Ну, вот, например, берем профессию киллера. Берем в расчет то, что есть обычный киллер. А есть профессиональный. Да, есть профессиональный киллер, но он, естественно, за привлегию дается. И у каждого немного отличаются правила. В принципе, задумка одна и та же, какое именно ему можно носить. Вот, я сейчас тебе дам в пример гмо-тул кейпад. Это оружие ему разрешено или нет? Разрешено. Можно ли это оружие носить по-профессиональному? Можно. А, например, обычный киллер может носить вудкрейд? Может. Супер. А профессиональный киллер может носить джанк проб, Саша? Да, может. Джанк проб может. Да, супер. Только есть небольшая ошибка. Так, хорошо. Насчет вычисления нарушителей. Ты в курсе? Каким образом их вычисляют? Скринграбом или слежкой в клоке? Ну, это устаревшие достаточно методы. Для умственно отсталых, в принципе, их уже почти никто не использует. Тебе знакомо понятие СТС? Нет. Это номер каждого игровой карточки, игрока именно. У каждого игрока будет на сервере игровая карточка. Там написано СТС. При спорном моменте, у меня вопрос касаемо разборок, ты руководствоваться будешь чем? Проверкой по SteamID-шнику или по СТС? СТС, скорее всего. Ну, СТС, получается, можно посмотреть, есть ли у человека софт на компьютере или нет, а у того же SteamID можно просто посмотреть профиль. А если у него установлена рябиновка М2? Как ты посмотришь? Что такое рябиновка? Ну, это защита такая. Вот это как-то обойти рябиновку, проверить файлы компьютера и проверить, есть ли софт Garry's Mod в папку Lua. DLL-файлы. Adr.bat или .zip. Нет, ну zip-то точно нет. Exec. Давай представим, да, что по РП у тебя в руках оказался висток шакала. Оказалось, висток шакала. Допустим, ты играешь там с товарищем каким-то. Соответственно, вопрос. Вот когда правило мультитага не работает? СТС и в чем его отличие от SteamID? СТС это программа для слежки за игроком. Она имеет... У игрока, получается, есть с СТС. У него есть свой уникальный номер. И отличается она от SteamID тем, что можно посмотреть локальные файлы игрока, посмотреть, сколько длится сессия компьютера и сколько... Супер, все, супер, супер, ты это знаешь. С помощью СТС возможно ли вычислить коленвал игрока на расстоянии 10 максимум метров от тебя? Да. Супер. Ну, ты понимаешь, два человека ответили из 36. Так, ну, в общем, Сань, давай, удачи. Готовься. Опять же, вспомни вот эти все зазубри-повтори правила, о которых мы говорили. И если что, мы свяжемся с тобой в Дискорде, либо по номеру. Удачи. До свидания. Это что за дичь, да? Коленвал игрока найдешь мне? Бля, это зря, этот же ТАИЗ-Турбо-3-макс нахуй сказал. Я, сука, не понял, я... В какой-то момент я хотел задать вопрос про ФРРП. Я, типа, думал дополнить по-умному. А я вообще, нахуй не слушал, че-то говорил. Я вас такой спрашиваю, а будет ли это нарушение правила ФРРП? Так, то есть, блядь, ему то, что я строчку с консоли диктовал, это не казалось подозрительным? А слово, блядь, на английском он... Не, я пророфлил, короче, когда ты его спросил про деревянную коробку, и он такой, а, деревянная коробка нахуй! Да, да, можно. Можно носить. Позвони, позвони мы его, блядь, с учителю английского, блядь, просим 5 ему поставить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!